МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом Карагандинском в студии Мирамгуль Салкимбаева. Сегодня выпуски. На протяжении месяца жители дома номер 8 микрорайона 21 в Пришахтинске страдают из-за неисправной канализационной трубы. Зловонный запах окутал не только подвалы квартиры, но и весь двор. Юристов государственных органов за парты повышать квалификацию. Прокуратура Карагандинской области подвела итоги проекта «Эффективные представительства». Все на экспо. 45 учеников из Карагандинской средней школы номер 76 отправили в столицу, чтобы увидеть уникальные новейшие технологии на международной выставке. На протяжении месяца жители дома номер 8 микрорайона 21 в Пришахтинске страдают из-за неисправной канализационной трубы. В своих бедах жильцы винят представителей КСК. Неоднократно люди жаловались и отправляли заявки в местный кооператив, но ответа нет никакого. В квартирах невозможно находиться. Духота и зловонный запах окутывают весь подъезд. Две недели тому назад, каждый раз звоним, каждый раз звоним. Вот вы сами видели, мы затапливаемся в этом говне. И во вскоре утонем вообще в этой говне. Ее к ней не найти, она отсюда живет. Звонишь, вечно ее нет на месте. Замок висит, где они ходят. Что в рабочий день висит замок. Зловонный запах окутал не только подвал и квартиры, но и весь двор. На протяжении месяца жители дома номер 8, что находится в микрорайоне 21, борются с этой проблемой. Неоднократно обращались в соответствующие инстанции, но реакции нет никакой. Устранят проблему временно, а полностью ликвидировать никто не решается. С возмущением говорит жилдыс Мукышева. Да вот эту я сказала, Зоя, говорю, так и так. Придите, говорю, четвертый подъезд. У нас, говорит, с канализации вода течет в подвал. Она, ладно, придем. Пришли, что-то там поделали, ушли. Я ей говорю, на следующий день. Ну, она, говорит, в субботу. Это было в пятницу. В субботу, говорит она, придем, посмотрим. Я ей говорю, ну, придите, посмотрите, что там надо менять. Вы скажите, мы все поменяем. Потому что мы все люди. Я в говне не хочу жить. Мы уже месяц вот этим говном дышим. Вот 54-я звонила, 69-я звонила. Все, мы все звоним. Они, ага, придем, сделаем. Но сантехники приходят без ничего. У них просто вот пальчиками только. Даже без перчатки. Они потом сюда боятся, аж брызгаются сюда подойти. Представители КСК говорят, что этому стояку 50 лет. Ничего не вечный срок. Его годности давно истек. Неоднократно предлагали поменять стояк, собрать деньги с жителей. Но, к сожалению, никто не откликнулся. Зоя Кинджибаева работает в местном КСК 21 год. И уверяет, что жители до сих пор не могут собрать по 100 тенге на замену труб. Но жильцы дома уверяют, что проблема в работе КСК. Дело в том, здесь, знаете как, от тройника общего до колодца у них труба нормальная. Тем более здесь межкартальную канализацию меняли. Буквально два года только как меняли. Здесь постоянно забиваются канализации. Именно стояк. Люди сами забиваются стояк. Они нам звонят. Это текущие работы, которые в 15-м гектаре входят. Мы приходим, вот они стоят, говночистые. Хотя за канализацию люди платят куда? В канализацию. Но сейчас так сделано на законах, что вот до колодца, вот это мы должны чистить. А если колодец уже на потопе, мы вызываем канализацию, они сами эти межкалодцами чистят. И сейчас такого нету. Если они не будут забивать канализацию, закидывают туда, такого не будет. Вот один подъезд, почему здесь не забивается? Почему там? Вот именно это стояк. Потому что там постоянно закидывают. Но я вот разговаривала, вот жительница в 51-м квартире на той неделе, она сказала, что вот канализация опять воняет. Я отправила ребят, я говорю, ребята, опять 8-й дом, 4-й подъезд, там опять канализация. Они пришли, посмотрели, пришли за уткой, почистили канализацию, все нормально. Пока не забьют, все. Все специалисты сошлись в одном мнении, что нужно менять старый стояк, а для этого нужны деньги. Жителям придется собрать средства и устранять проблему самим. Асель Сазымбаева, Тулеген Рашидов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Еще третьего назовутся. Прокуратура Карагандинской области подвела итоги проекта «Эффективное представительство», который реализуется надзорным органом совместно с региональным центром переподготовки и повышения квалификации госслужащих. В результате тщательного анализа более чем трех тысяч судебных актов было выявлено порядка трехсот характерных нарушений, которые допускают юристы государственных органов. Специально для них в региональном центре переподготовки госслужащих провели семинар. Проведенный прокуратурой анализ выявил определенные проблемы, связанные с неподготовленностью юристов, процессуальными нарушениями, неправильным применением действующего законодательства. Это зачастую приводило к отменам судебных актов и, как следствие, потерям бюджета. По мнению аналитиков, защита и восстановление нарушенных интересов государства, прав и свобод граждан, интересов предпринимателей, затягиваются или становятся невозможными. В рамках проекта специалисты прокуратуры провели работу над ошибками юристов. Итогом всей работы стали специальные курсы. Они стартовали на базе регионального центра переподготовки и повышения квалификаций госслужащих. Наша основная цель – это непосредственно практикующие прокуроры и практикующие судьи будут в прямом контакте с юристами обсуждать все возникающие проблемы в процессе, будут проведены практические мероприятия. Мы подготовили видеоматериалы, где обобщили все видеопротоколы в судебных заседаниях, на которых видны очевидные ошибки юристов при введении процесса. В том числе мы хотим обратить внимание на этическую сторону государственного служащего, который представляет интересы государства в суде. В целом наша работа направлена на минимизацию ущерба государству, на защиту интересов государства, юридических и физических лиц. В подготовительный период авторы проекта также изучали общественное мнение и выявляли скрытые проблемы. Проверяли качественный и количественный состав юристов, их переподготовки, систематизировались нарушения в судах, разработаны методические рекомендации. Сегодня в семинаре приняли участие порядка 40 человек. И до конца года планируется провести еще три таких мероприятия. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Очередная группа карагандинских школьников отправились на международную выставку «Экспо-2017» в Астану. На этот раз 45 учеников из карагандинской средней школы номер 76 познакомятся с энергией будущего и представленными экспонатами. Незабываемые путешествия для учеников организовали городские власти при поддержке корпорации «Казахмыс». С таким девизом начали сегодняшний день ученики общеобразовательной средней школы номер 76. Они устроили танцевальный флэш-моб, где показали весь свой энтузиазм и энергию. В первую очередь ребята хотят посетить казахстанский павильон «Нур-Алем», который стал настоящим символом международной выставки 2017. Я хочу поблагодарить администрацию караганды за то, что они оценили труд, проделанный труд наших преподавателей, учеников школы и за то, что они предоставили возможность нам посетить «Экспо», которое могло привлечь весь мир, внимание всего мира. Я хочу сперва побывать на нашем павильоне, хочу побывать во всех, но с гордостью смогу сказать, что наш павильон будет самым лучшим. И это может быть самый лучший наш Казахстан, потому что он самый индивидуальный, и международная выставка, и глава государства, наверное, сделать его самым лучшим. Средняя школа номер 76 города Караганды всегда занимала лидирующие позиции по результатам окончания учебного года. И городской Акимат совместно с отделом образования решил наградить бесплатными билетами отличников и призеров научных олимпиад. Кроме того, бесплатную путевку на Экспо-2017 получили дети из социально незащищенных семей. Мы выбрали самых лучших среди учеников. Здесь есть и победители олимпиад, различных конкурсов и отличники учебы, а также авторы научных проектов. Я думаю, что наши ученики получат много эмоций, узнают много полезного о будущем нашей страны. В начале года по инициативе городского Акимата корпорация «Казахмыс» подарила бесплатные путевки школьникам на международную выставку Экспо. Компания полностью проспонсировала поездку 250 карагандинским школьникам в текущем месяце, а также спонсор взял на себя обязательства по организации перевозок и питанию. Школьники уверены, что такая поездка придаст им свежий импульс к успешной учебе в новом учебном году, а увиденные новейшие технологии будут способствовать научным изысканиям. С нынешнего года Казахстан приступил к реализации третьей модернизации страны, направленной на достижение глобальной конкурентоспособности. Среди процессов основополагающей является модернизация духовной сферы. Этой цели подчинен проект «Сакральный Казахстан». Одно из исторических событий нашего региона – Булантинская битва, произошедшая в начале XVIII века. В 1723 году хан джунгарского ханства Цыван Рабдан совершал успешные набеги на казахские земли. Через три года в местности Ордабасы состоялся Курултай казахских племен и родов. Было принято решение о создании единого казахского ополчения. Командование им было поручено правителю младшего жуза Абулхаирхану. Решено было дать джунгарам генеральное сражение и разгромить их. Сражение произошло в 1728 году в Междуречии рек Буланты и Белеуты вместо стиль Карасыр. «Именно эта битва, Булантинская битва, она считается коренным переломом в ходе казахско-джунгарской войны, так как до этого времени казахи отступали. И здесь, заманив именно в местечко Буланты джунгарских воинов, казахи путем отступления, это считается излюбленной тактикой кочевников, такое вот ложное отступление, отступали. И именно в местечке Буланты начинается наступление с двух фронтов, то есть начинается сжимание и начинается уничтожение и истребление именно джунгаров». По некоторым источникам численность казахского ополчения не превышала 40 тысяч человек. Джунгаров было на порядок больше. Место сражения вошло в историю под названием «Место гибели калмыков». В честь этого сражения река Белеуты была переименована в Калмак-Кырган. Не случайно это историческое событие, а также место битвы вошли в список наследия «Сакральный Казахстан». «В этом месте казахи отстояли свою независимость. И через несколько лет, спустя уже 4-3 года, в местности Анракай уже нанесли сокрушительное правление. То есть уже после Буланты Анракайская битва и джунгарская угроза уже полностью отпала. И в 2015 году, в августе, как раз таки 550-летию казахского ханства, в местности Буланты, открыли как раз таки памятник Астеллу, открыли, потому что именно здесь, в этом месте, казахи нанесли поражение джунгарам». Эта победа подняла дух народа, заставила его поверить в свои силы. Отпор захватчикам стал решающим фактором в сохранении территориальной целостности казахского ханства. Был развенчан миф о непобедимости джунгарских полчищ. Победа, одержанная над врагом, вызвала взрыв всеобщего ликования и воодушевления. Она усилила стремление к дальнейшему объединению народа перед лицом грозной опасности. Андрей Тенц, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, 1-й, Карагандинский. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» в рамках 23-го тура премьер-лиги в домашнем поединке обыграл шимкенский Ордобаса. Матч на стадионе «Шахтер» завершился со счетом 2-1. Команды начали встречу динамично. Первый удар в створ ворот нанес Сергей Хижниченко, но голкипер гостей справился с этой угрозой. Тут же вратаря шимкенцев пытался пробить Марк Астанаевич, но и ему это не удалось. Команды ушли на перерыв при нулях на табло. Второй тайм команды начали без замен. Счет был открыт на 60-й минуте. Шимкентинц Еркибол Антунгышбаев с правого фланга отправил мяч точно в ноги капитану своей команды. Азат Нургалеев ударом в одно касание отправил мяч в ворота горняков. Пропущенный мяч послужил «Шахтеру» катализатором атак и сигналом к активным действиям. Оборона Ордобасы снизила бдительность и поплатилась за это. Горняки заработали штрафной удар, который Милан Стоянович разыграл навесом на Михаила Габышева. Крайний защитник оранжево-черных головой точно замкнул передачу «Серба» и сравнял цифры на табло. На 80-й минуте трибуны стадиона «Шахтер» снова праздновали забитый гол горняков. Хозяева заработали похожий стандарт. Вышедший на замену Иржи Валента навесил на соотечественника Якуба Хлебауна, а тот переадресовал мяч на Юлиуса Зоке. Ударом головой Словак оставил голкипера гостей неудел и установил на табло окончательный счет. 2-1. Комментируя итоги матча, наставник «Шахтера» Саулю Шермяли заявил, что это была жизненно важная игра. Несмотря на тяжелейшую игру, вся команда выложилась на поле. На сегодняшний день карагандинский «Шахтер» уверенно занимает седьмое, срединное место в турнирной таблице чемпионата. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Пресс-служба компании «Караганды-Су» распространила информацию о том, что 16 августа в Майкудуке будут проводиться ремонтно-восстановительные работы на третьем водоводе. В связи с этим будет прекращена подача питьевой воды в следующие районы. Поселок Курьяновский, микрорайоны 11А, 12, 13, 15, 16, 17. Улица Архитектурная, Магнитогорская, Кузимбаева, Щерса, Цеткин, Совхозная, Престанционная, Поселковая, Стрелочная, Станиславского и Майлина. Жителям этих районов рекомендуется иметь суточный запас питьевой воды. На этом у нас все. Если у вас есть интересная информация, вы можете позвонить к нам в редакцию по номеру 420649. Также наши новости вы можете посмотреть на сайте телеканала Первый Карагандинский. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин